Вот уже несколько дней после того, как супруг принцессы Евгении, Джек Бруксбинг, оскандалился, будучи застуканным и сфотографированным в объятиях красотки на яхте, когда супруг герцогини Йоркской прибыл в Италию на благотворительное мероприятие ЮНОСЕФ, идет интересная компания в британских СМИ. Евгения, как известно, сейчас нянчит пятимесячного первенца, сына Августа. А муженек, как это не повернуть, взял, да и весело провел время. Модель Эрика Пелосини, с которой Джека засняли на яхте в окрестностях острова Капри, уже успела извиниться перед супругами Бруксбинг, принцессой Евгении и Джеком. Эрика попыталась объяснить, что просто ее бикини намокло после купания, и она сняла верхнюю часть, а тут Джек ее и приобнял. Она же не знала, что в этот момент их кто-то может сфотографировать. Ну да это ладно. Евгении, естественно, никаких комментариев не дала. Но интересно, как события начали разворачиваться дальше. Внезапно британские СМИ, которые, как известно, действуют с некоторой оглядкой на мнение королевской семьи, а порой и по указанию БКС, начали массированную кампанию, в которой связывают ими Евгении с беглыми герцогами сасекскими. То Евгения должна стать тем самым миротворцем, который вернет принца Гарри, в разных источниках с Меган и детьми или одного, в королевскую семью, поскольку Гарри всегда был дружен со своей кузиной. То выясняется, что Меган, которая ничего не знала о королевской семье Великобритании до знакомства с Гарри, задолго до этого была дружна с Евгенией и чуть ли не принцесса, и познакомила ее со своим двоюродным братом Гарри. Ну и наконец, Евгения, вот нежданчик, ТО решила присоединиться к акции Меган 40 на 40, чтобы помочь женщинам, потерявшим работу во время самоизоляции, о чем заявила официально. Согласно последним сообщениям, как пишет издание Daily Express, принцесса Евгения согласилась стать тем человеком, который будет передавать тайные сообщения от принца Гарри королевской семье, которые минуют дворцовых помощников, чтобы восстановить мир между Гарри и БКС, что происходит. БКС отвлекает внимание от скандала. Или СМИ намекают, что Евгения, которая к тому же дочь опального принца Эндрю, теперь тоже в стане нерупожатных после пада до супруга. Или Евгения решила, что после такого скандала можно и свое мнение высказать, тем более, что она, как и Гарри, не является работающим членом королевской семьи и вольна в своих действиях. А вы что думаете? Пишите в комментариях. Пятница для меня лично это просто праздник какой-то. Потому что именно по пятницам многие британские колумнисты решают представить миру свои новые творения на актуальные темы. В том числе и о королевской семье, а если уж совсем персонифицировано о герцогах Сассоцких. Разумеется, мимо колонки Пола Болдуина, в которой он решил высказаться о планах принца Гарри написать мемуары. Я пройти не смогла и спешу поделиться выводами британского журналиста с вами, дорогие читатели. Итак, Пол Болдуин пишет. Я пишу это не как принц, которым я родился, а как человек, которым я стал. Зловеще сказал принц Гарри в качестве первого залпа в рекламном шквале его новой книги. Ради любви к Богу, но никакого человека Гарри нет. Пожалуйста, избавьте нас от этого. Если издателям нужно породить этот жалкий трактат, написанный руками наемного автора, то пусть он расскажет о принце Гарри, которого мы знали и любили. Забавного, теплого, слегка чокнутого вояку, полностью заслуживающего статуса как королевского, так и национального сокровища. Вот такую книгу мы действительно могли бы прочитать. Но кто захочет тратить хоть какую-то часть своей жизни на то, чтобы поглотить одержимое нытье привилегированного и глубоко заблудшего, внезапно проснувшегося воина, сующего нам под нос историю о том, как бедному принцу каким-то образом удалось сохранить здравый рассудок, просто женившись на очень богатой, красивой актрисе, и теперь жить сказочно роскошной жизнью в сообществе американских миллиардеров. Я могу помочь показать, что независимо от того, откуда мы родом, у нас больше общего, чем мы думаем, проговорила бывшая королевская особа под коллективный звук падающих челюстей по всей Великобритании. Боже мой, я не думаю, что мы сможем спасти его, доктор. Он заблуждается даже больше, чем мы опасались. Гарри, приятель, проверь реальность, извиняюсь, что вынужден сообщить тебе, что у тебя нет почти ничего общего с любой другой живой душой на планете Земля. Вот примерно то, о чем будут беспокоиться сегодня нормальные люди в редкоре, Сент-Айвсё, Блэкпуле, Бирмингеме, Абердини и Дувре, в произвольном порядке. Звездочка, боже, счет за телевидение должен быть оплачен не позднее, чем завтра, иначе его отключат. Звездочка, достаточно ли осталось рыбных палочек в пакете на дне морозилки, чтобы я смогла накормить детей сегодня вечером. Звездочка, если бы я приступнул своего босса, разве кто-нибудь действительно скучал бы по нему. Звездочка, ооо, у меня есть батончик этого нового карамилка, спрятанный от детей в овощном ящике, где бы его жевать, чтобы они не отняли. Видишь разницу? Ничего такого. Общего. С тобой, Гарри. Но твое заблуждение углубляется с каждым словом, которое ты произносишь в качестве предварительного пиара для еще не написанной книги. Попробуйте следующее. Я глубоко благодарен за возможность поделиться тем, что я узнал за свою жизнь. Хитрый. Я думаю, что то, что Гарри узнал во время своего тура по афганскому гельменду, вероятно, стоит знать. Но что он расскажет после этого? Даст лучшие советы, как нанять максимально эффективного дворецкого. Но, конечно, все мы действительно опасаемся того, что Гарри, подстрекаемый своим издателем и писателем-призраком, обрушит очередную лавину наполовину сформированных оскорблений, нацеленных на королевскую семью, как мушкетон, а не как снайперская винтовка. Это так неправильно, что теперь королева и самые близкие и родные Гарри вынуждены сидеть на как на иголках и гадать, что он собирается рассказать на сей раз. Только не пиши об этом, Гарри. Это беспроигрышный вариант. Это не только может навредить королевской семье и как следствие Британии, но еще больше оторвать тебя от людей, в которых ты больше всего нуждаешься от твоей семьи. И каждый раз, когда вы с Меган атакуете фирму, вы не только унижаете сами себя, но и фактически ослабляете свою коммерческую привлекательность. Этот ваш флешмоб закончится неудачей. Когда вы были полноправной и верной частью королевской семьи, вас по-настоящему любили и уважали, потому что вы были больше, гораздо больше, чем просто знаменитости. Вы были частью ткани Британии. Теперь вы с Меган ужасно похожи на двух обычных знаменитостей с определенной датой окончания срока годности, отчаянно борющихся за деньги, которые вам на самом деле не нужны. Пожалуйста, не пиши это, Гарри. Тебе лучше не писать книги, а читать их. Новость дня. Амид Скоби вакцинировался и сразу осмелел. Он впервые после скандала с новым документальным фильмом про братьев-принцев прокомментировал тот факт, что его высказывания в этом фильме на левацком телеканале ITV вырезали. Скоби обвинил напрямую дворец в том, что они подвергают цензуре прессу. Под давлением и цензурой он имеет в виду факт, что Букингемский дворец предупредил режиссера Ричарда Сандерса ITV, что любое неверное высказывание и откровенный фейк теперь корона будет рассматривать как повод для внимательного расследования. В результате чего были вырезаны как раз куски с Амидом. Об этом я рассказывала вам, уважаемые читатели здесь. И вот после прививки обретший смелость Скоби заявляет. Считаю неприемлемой цензуру, которую проявил дворец по отношению ко мне в фильме на ITV. Хотя все мои высказывания подкреплены фактами. И дает даже ссылку на факты. Пришлось глянуть. Под фактами он подразумевает о что бы вы думали. Американскую прессу. Статья в Нью-Йорк Таймс о том, что бедную Меган несправедливо клюют британские таблоиды за то, что она якобы написала за. Издание ссылается не на сами британские СМИ, а на мнение режиссера определенных комплементарных качеств Ричард Сандерс, который снимал документальный панигирик в честь Меган и Маркл еще до их свадьбы. Проплачен тем же ITV, а ныне автор того самого документального фильма о принцах-братьях. Режиссер утверждает, я сократила в переводе, потому что одна мысль, как манка в детсаду по тарелке, размазана на всю статью. Меган Маркл очень добрый и светлый человек с особыми незаурядными качествами. Плюс Меган феминистка. Обвинение ее в компиляциях по написанию ее книги «Скамейка», созданию герцогини анимационного фильма – это все зависть. Меган также не писала за Гарри его биографию «Житвы мыслы прессы». Ну, первое. Мнение режиссера, получающего средства на жизнь за восхваление Меган и Гарри – это еще не факты, а мид. Как не факты, все заявленное пока еще герцогиней в интервью ОПРИ. Не факты и то, что пытается сложить в красивую мозаику сам режиссер фильма. А вот те утечки из издательства, которые утверждают скандальную новость о том, что писала биографию Меган за своего мужа принца, что он только с ней соглашался. Попробовал бы возразить, что дату выпуска в год платинового юбилея королевского правления выбирала именно Меган, к этим источникам я бы прислушалась.